Сегодня о прописке, которую необходимо сделать после получения ВНЖ. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Это обязательный пункт, который нельзя игнорировать. Но паниковать и бежать, сломя голову в нужную службу, не надо. Времени для первой прописки у тебя вполне достаточно. Она необходима для подачи пакета документа при продлении ВНЖ. В интернете некоторые пишут, что есть только 21 день, а иначе штраф. Это не так. Это касается лишь смены адреса. То есть, когда ты уже, имея прописку, сменил адрес, тогда законом тебе дается как раз эти 21 день на смену прописки, а иначе штраф 120 лир. Мы испытали на себе, так как о необходимости прописки узнали лишь через месяц после получения карты ЧПНЖ. Никакого штрафа нам не было. Нет установленного срока на первую прописку. Главное ее сделать. Итак, карты и комет на руках, коммуналка и интернет уже подключены, и ух ты, банковская карта получена, что является самой сложной задачей из всех имеющихся. Кстати, как сделать банковскую карту, можешь посмотреть вот здесь. Теперь берись за прописку. Находи в гугл-картах Геочи Дареси Мудрлу. На экране ты сейчас видишь фотку с адресами этих самых Геочи по каждому району. Выбирай свой и иди в нужный тебе. С собой бери. Ксеркс паспорта, ксеркс твоего ВНЖ, ксеркс договор аренды, ксеркс договоров на коммунальные услуги, не меньше двух. Это может быть газ и интернет, или вода и электричество, и так далее, в любой комбинации. Там будет живая очередь. Сам процесс быстрый. Сотрудник принимает по одному человеку, молча забирая документы. Если чего-то не хватает, говорит сходить сделать ксеркс. Копи-центр всегда рядом за углом. И зайти сразу к ней без очереди. Дает документ, где надо поставить роспись, и если ты не один или не одна, а с женой или мужем, или детьми, вписать остальных в эту самую бумагу. Дает тебе на руки отрывную часть, что документы приняты. Через пару дней результаты прописки можешь узнать в ЕДИВЛЕТ. Проще простого. Если вдруг окажется, что в квартире кто-то прописан, тогда прописать тебя не смогут. Придется звонить по номеру 199, где они могут предложить либо выписать человека вручную, либо назначат тебе дату рандеву в Нюфлосе. Это учреждение по контролю народного населения. Если они вручную не выпишут человека, то придется тебе ехать по указанному адресу твоего района в назначенную дату. Там работы тоже на пару минут. Выпишут, возьмут у тебя все те же перечисленные ранее документы и пропишут тебя. Но есть один нюанс. По номеру 199 нет русскоговорящих операторов. Только англо, турко, немецко и арабоговорящие. Ты можешь попробовать поговорить с ними с помощью говорящего онлайн-переводчика, где считывание голоса происходит с двух сторон мобильника. Скачай его в Play Market или в App Store. Их сейчас, таких переводчиков, уйма. Вова так говорил с оператором из Тюрк-телекома. У него получилось. Он нормально воспринимает речь и вполне понятно переводит на установленный язык. Либо попроси владельца квартиры позвонить по номеру 199 и попросить выписать или получить рандеву. На сайте Нюфуса ты не сможешь получить рандеву, так как икомет иностранца не позволяют это сделать. Мы с Вовой столкнулись с этой проблемой при перепрописке после смены адреса. Несколько раз пробовали взять рандеву на сайте, но система не давала это сделать с нашими иностранными номерами икометами. Все иностранные ВНЖ начинаются с цифр 99. Поэтому система сразу распознает иностранцев. Мы видели пару видео в интернете, где люди рассказывали и даже показывали, как они записывались на рандеву в Нюфусе, прямо на сайте. Но у нас был постоянный отказ по причине иностранной икометы. И даже придя в Сан-Нюфус, мы в терминале попытались взять номерок на месте с нашим икометом, но у нас все равно ничего не получилось, потому что отказ по причине иностранной икометы. Позвонили в номер 157, и нам сказали, что иностранец сможет это сделать только через номер телефона 199, объяснив это тем, что они типа улучшили удобство. Хотя на самом деле проблем становится больше. Нужно искать, кто сможет поговорить, если нет английского. Но нам тогда помог местный турок, уже наш знакомый на тот момент, который решил эту проблему, поговорив со службой по-турецки. Так что, если у тебя нет навыков английского общения, и с онлайн-переводчиком у тебя ничего не получилось, то не стесняйся, попроси владельца квартиры сделать звонок. Главное записаться, а в самой службе тебе сделают все быстро и просто. Ну, теперь ты знаешь, как сделать прописку или перепрописаться, если ты сменил адрес. Ну, если тебе что-то непонятно, ты можешь спросить нас в комментариях, мы тебе обязательно ответим. А также ставь лайки, если видео было полезным, делись с ними друзьями. Всем пока! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok